здравствуйте это канал максимации и сегодня у нас ретро обзор на модель sony ericsson t610 выпущена эта модель 2003 году и позиционировалась как камерафон ценник у нее был довольно большой где-то 11 12 тысяч рублей на тот момент не каждый мог позволить себе такую модель большинство людей пользовались телефонами тогда с монохронными экранами а этот телефон не только цветной экран по имел но еще и фотокамеру но о камере мы поговорим еще позже давайте поговорим сначала про внешность аппарата значит у него вот такой дизайн довольно стильный телефон легкий достаточно компактный хорошо лежит в руке такие вот отдельные кнопочки которые влезают только английские буквы здесь должен быть значок sony ericsson но тут он отвалился за время здесь находится камера и рядом с ней зеркальце для селфи здесь разъем для зарядки и гарнитуры здесь он довольно необычный набор более старый разъем не такой как fastport более поздних моделях sony ericsson здесь отдельно для зарядки и отдельно для гарнитуры зарядка выглядит сейчас покажу зарядка выглядит вот так то есть вот так вот втыкается вот сюда и вот и вставляешь розетку и заряжается телефон интересно раньше у всех производителей были свои разъемы не было единого стандарта как сейчас здесь также находятся две кнопки управления камерой нажимаешь и сделается снимок и кнопки регулировки громкости здесь находится кнопка которая выводит нас в интернет довольно опасная кнопка можно так сказать потому что ее случайно нажмешь и сразу же тянет назад потому что интернете годы безумно был просто дорогой зайдешь там одну минуту и тебя там кучу денег списывается давайте снимем заднюю крышку посмотрим на его внутренности значит симка здесь поддерживается 1 батарея здесь на 770 миллиампер по умолчанию должен быть на 750 миллиампер давайте вставим в него сим-карту и поговорим про характеристики данной модели и вот так ставится задняя крышка сверху у нас кнопка включения вот такой вот дырочка такая вот и вот в этом месте располагается инфракрасный порт и он на небо не выделен никакого нужно как-то самому блин найти я не знаю в общем основные характеристики помимо и помимо инфракрасного порта здесь также имеется и bluetooth что довольно редко было на тот момент bluetooth версия 10 конечно очень медленный по сравнению с нынешним экран у данного телефона давайте включим экран разрешением 128 на 160 пикселей на тот момент это был большой достаточно экран такая вот подсветка красивая клавиатуры все это конечно радует глаз камера чем вот интересен данный телефон это своей камерой камера по нынешним меркам максимально простая 0 и 1 мегапиксель разрешением 352 на 288 только фото возможно можно сделать селфи через посмотрел вот в это зеркальце короче что у нас еще по характеристикам весит телефон 95 грамм тип корпуса у него классический есть также у нас и 32-голосная полифония виброзвонок конечно bluetooth инфракасный порт юсб как я уже сказал здесь доступ в интернет вап gps поддержка gsm 900 1800 1900 можно подключать телефон компьютера но у меня никакой гарнитуры к сожалению нет голосовой набор есть автодозвон ммс и мс конечно же помимо смс записная книжка у него поддерживает до 510 номеров полноценный органайзер который имеет будильник калькулятор планировщик задач дисплей с тем 65 с половиной тысяч цветов да ну и давайте теперь пройдемся по меню значит вот здесь у нас заряд батареечки прием сигнал пишется написано что в режиме разговора поддерживать до 14 часов в режиме ожидания до 400 часов блин как ярко вот ничего серьезно не видно но яркость блин а вот нет нельзя яркость уменьшить в общем здесь у нас оператор прием сигнала вызовы еще еще это можно просто ссылки можно свои поставить эта кнопочка назад эта кнопочка стирает что-то можно что-то удалить или стирали стереть лижнюю букву или цифру при помощи джойстика мы переходим в главное меню джойстики по нефту не рикса не очень понравились на самом деле такой телефон у моего дяди был и вот когда я взял его джойстик вообще плохо уже тогда работал здесь он работает более-менее здесь сообщение интернет услуги sony ericsson камера камере мы еще потом пройдемся картинки и звуки связь органайзер настройки масса вызовых развлечений насчет сообщений как я говорил здесь эмэс 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 эсэмэс поддерживается главная фишка этого телефона это камера давайте сразу ее заглянем давайте с фото им вот этот вот с уни риксон w800 ай так я сейчас сам с фото то тут близко камера стоит вот с фото на эту кнопку можно на эту кнопку нажать и получается фотка такая вот картинка до качество конечно ни о чем годится наверно только лишь для просмотра на экране телефона хотя с другой стороны других вариантов то редко бывает у многих тогда компьютера еще не было своего компьютер что штуку бакинских тогда стоил что у нас тут вообще есть по камере до камера может делать только фото нету зума нету видеозаписи но по тем временам это все просить можно было вот размер 352 на 280 88 максимум ночной режим есть даже есть эффекты как ни странно можно черно-белый поставить негатив сепию это реально крутые фишки в камере что нас дальше интересует это картинки и звуки здесь файловая система но я бы не сразу не мог бы ее сравнить со всякими сименсами например там где файловая система просто божественным было здесь только можно сказать три папочки это картинки звуки и темы тема есть было много придут несколько предустановленных тем оформления но они здесь не сохранились сохранилась только обычная тема из интересных штук есть графический редактор можно картинки было редактировать там простенький был фоторедактор так композитор композитор можно медийные мелодии простые создавать тоже интересная фишка диктофон а это все что ли так много давайте что не запишем диктофон наверное говеный ну все равно проверим всем привет это канал максима и ведется запись на диктофон зоне эриксон т610 раз раз два три ну все так ну и послушаем этот звук так куда ты деку джойстик хреново работает давайте послушаем динамику здесь он только один и звуковой голосовой на вот эту кнопочку можно стирать что-то полифония как я говорил уже здесь 32 тональная давайте послушаем ее как по мне мне полифония очень нравится телефон поддерживает только звуки формата мид ну и формате пищалки как айми как то так и не называть никакого mp3 конечно и да и ваба даже нету здесь вот это мне нравится вот всем известно есть еще одну и одна пищалка еще есть такая ну и давайте теперь перейдем картинкам картинки у нас здесь вот та самая картинка которую я сделал я вообще много фоток тут успел наделать это я это значок канала еще еще здесь есть а тут коробка я кстати коробку покажу сейчас всякие тут фотки есть вот так выглядит коробка от него давайте отдали посмотрю на нее поближе вот так выглядит коробка здесь основные функции написаны типа есть камера что-то еще развлечение bluetooth 30 тональный 32 тональной полифонии ммс с зоне эриксон участвует ну и всякая ерунда коробка коробки я запчасти для телефонов храню поэтому там ничего нет от него ну и давайте заглянем в последний пункт это развлечение есть встроенные игры три встроенных игры обычно идет какая-то хрень вот другие игры здесь правда одна из трех игр сохранилась это мини гольф я во очень слабенькая и толком каких-то крутых супер пупер игр здесь не поиграешь дум рпг бункер 3d в такие игры конечно не поиграешь не запу они даже не запускаются на нем сложно для этого телефона достойных игр найти давайте чуть-чуть поиграем посмотрим а вот курсор ямка первая давай грузись как тут управлять так так на такой вот гольф можно в принципе по залипать немного пил блин да опять не могу я несколько уровней тут помню проходил залипал когда-то давно в этот дурацкий мини гольф ну и последний удар давай ну куда ты давай тихо да ё-моё ну как же такая все ну и ладно я на камеру сложно довольно играть ну и давайте голосовой динамик проверим вызов сделаем какой-нибудь что-то я не вижу кнопки я что-то не вижу кнопки этого блин громкой связи громкой связи я не вижу не уверен что она тут есть но телефон все таки умеет записывать телефонные разговоры это уже интересно ну и в принципе на этом модели больше тут ничего интересного нет такого такого здесь где-то в конце 2003 или в начале 2004 вышла на эту смену пришла модель Sony Ericsson T630 вы сейчас ее можете видеть на картинках отличия мало очень это скорее даже дополнение к T610 но другой дизайн немного ну и камера получила разрешение 0,3 мегапикселя в принципе больше основных таких отличий там нет и Sony Ericsson T610 в течение 2003 и 2004 просто продавался на ура по сравнению с T610 T630 продавался слабенько хотя несмотря на это очень странно обзоров на T630 гораздо больше чем на T610 это как-то удивительно немного мне кажется ну ну и на этом друзья у нас все если вам понравилось это видео то поставьте обязательно лайк если вы конечно еще не поставили а если вы здесь впервые то подписывайтесь на мой канал с вами был Максим Адзе до новых встреч субтитры субтитры